Да, когда человек заканчивает, получает высшее образование, ну, по крайней мере, выпускники биологического факультета МГУ, у них есть выбор. Они или могут поехать в аспирантуру и дальше делать свою научную карьеру в Европе, в Америке и в других странах, либо они остаются в России. Какие разницы в чем науки в России и за рубежом? Когда, то есть в Европе, в Америке, там такая устоявшаяся научная система, в которую вы интегрируетесь, которая очень удобна, потому что она достаточно давно в таком стабильном состоянии была. То есть вы, оказываясь в лаборатории, вы получаете гранты, вы не думаете о том, как закупить какое-то оборудование и так далее. То есть многие проблемы сняты с вас, вы занимаетесь только исключительно наукой. И еще раз, это происходит потому, что эта система там существует стабильно и очень давно. Что касается российских условий. Дело в том, что в России после 90-х годов сломалась напрочь вся система науки. И сейчас она создается по образцу, опять же, европейской, американской науки. Но когда вы оказываетесь в России, когда вы работаете в России, вы оказываетесь в ситуации, что вы должны заниматься не только своей непосредственной научной деятельностью, а вы должны думать, как закупить какие-то реактивы. А какие закупить реактивы? А вот подешевле или подороже? А в оборудовании вот такое или какое-либо другое? Это начинает быть похожим, знаете, на что? То есть вы, как руководитель лаборатории, вы, это, знаете, как малый бизнес. В котором вы просто, вот у вас есть небольшой бюджет, у вас есть команда, и вы должны не просто думать, как заниматься наукой, а как распределять средства и так далее, выигрывать гранты. То есть она, с одной стороны, гораздо тяжелее, с другой стороны, конечно, она очень интересна и очень разнообразна. И третье, что самое важное, у вас огромная свобода выбора. То есть из-за того, что многое, что разрушено, у молодежи есть возможность создавать свои лаборатории, работать, день и ночь работать, только так у вас будет возможность что-либо делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!